В этом зале только победители, представители общественных организаций, которые получат финансовую поддержку для реализации 76 проектов. Среди них социальная поддержка и защита граждан, охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи, молодежные, научные, образовательные и просветительские, поддержка в области культуры и искусства. По итогам первого конкурса, подведенного в августе, наша область попала на четвертую строчку по количеству победителей конкурса среди регионов России. Сейчас на втором этапе, при Ангаре на шестом месте. Таким образом, проекты смогли привлечь в область около 130 миллионов рублей. Я не думаю, что та высокая планка, которую установили некоммерческие организации Иркутской области, является непреодолимой в будущем. Уверен, что вы пойдете дальше, поскольку вкус победы и желание делать добро окрыляют. Я думаю, что для Иркутской области седьмое, шестое и даже четвертое место – это не наше место. Наше место первое. В числе победителей и проект конно-здоровительного центра фонда Тихомировых, где занимаются реабилитацией детей с ограниченными возможностями с помощью верховой езды. Сейчас в центре на постоянной реабилитации находится 50 детей. Для работы фонда обеспечения технической базы требуются регулярные денежные поступления. Он требует очень серьезной материальной поддержки. Прежде всего, специального оборудования, наличия всего, что необходимо для того, чтобы спортсмены с инвалидностью, которые работают над мастерством в конном спорте, которые уделяют этому серьезное время, все свои силы этому отдают, чтобы они были поддержаны наличием всего необходимого для развития. Самый крупный грант в первом конкурсе получил проект, направленный на сохранение природы Байкала с помощью реализации эффективных добровольческих проектов. Более 6 миллионов рублей. Во втором конкурсе – проект «Мобильный хоспис». Он получит почти 10 миллионов рублей. Прием заявок на следующий конкурс начнется в феврале 2018 года. Владимир Пеханов, Евгений Шарыпов. Новости сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова